Ты размахом необъятна, нет ни в чём тебе, гадца. Ты веками непонятна, чужеземным мудреца. 93-ю годовщину образования Московской области отпраздновали в Монино. В Центральный музей ВВС приехали представители военных частей, расположенных на Щелковской земле, ветераны вооруженных сил, юно-армейцы, сотрудники администрации городского округа Щелково. Они приняли участие в круглом столе под названием «Военно-воздушные силы на страже неба Подмосковья». Выступавшие в своих докладах рассказали о развитии промышленности на территории муниципалитета, о славной истории Монинского и Чкаловского военных гарнизонов. 929-й Глиц – это кузница авиационных кадров, это гордость, это элита наших военно-воздушных сил и воздушно-космических сил. Ну и, соответственно, та же наша 8-я дивизия, которая базируется на Чкаловской, это тоже, так сказать, одно из лучших соединений в наших ВКС. На праздник приехали знаменитые летчики, в прошлом начальники соединений и частей, дислоцируемых на Щелковской земле. На круглом столе выступили ветераны вооруженных сил, участники Великой Отечественной войны. Я хочу сказать, что счастлива, что в это время, когда очень многие мероприятия свертываются, здесь праздную в рождение нашей замечательной области, представители молодежи, волонтерское движение, ветераны войны, боевых действий, здесь собрались. Очень много ветеранов, за что им отдельное спасибо за такую активную жизненную позицию. В конце концов, они живые свидетели истории. Именно с их помощью, именно их трудом формировалось, создавалось, происходило становление Московской области. Музей приурочил к празднику открытие уникальной и единственной в мире выставки «Воздушные винты». На ней представлены порядка 39 винтов для различных типов самолетов. В прошлом году прошло открытие первого зала выставки, а теперь и второго. В нашей галерее выставлено 39 воздушных винтов. Из них, значит, 13 металлических. Остальные воздушные винты деревянные. Здесь выставлены винты фиксированного шага, изменяемого шага. Двухолопастные, многолопастные. Это вот можно посмотреть и в том зале первом, и вот здесь. Михаил Стрибков рассказал, что в экспозиции есть воздушные винты, которые были установлены на самолетах эпохи зарождения отечественной авиации. Это С-16 и 5 учебных самолетах УТ-2, У-2, По-2. Для работников музея открытие новой экспозиции – очень значимое событие. Но еще большая радость – возможность показать экспонаты всем заинтересованным посетителям. Кстати, щелковцы, у кого, возможно, сохранились винты для самолетов, могут передать их в музейный фонд. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.